Памятные места русских художников за рубежом. Две европейские страны, Италия и Португалия, сыграли важную роль в судьбе известного русского художника, живописца, аквариалиста, монументалиста Карла Павловича Брюлова. Пребывая несколько лет в Италии, художник посвятил этому периоду ряд своих картин, рисуя необычную природу людей, генетически сохранивших античную итальянскую красоту. Здесь же он по заказу русского мецената Анатолия Николаевича Демидова работал над исторической картиной «Последний день Помпеи», вызвавшей сенсацию в Европе и России и впоследствии подаренной потомкам рода Демидовых Николаю I. На острове Мадейра в Португалии Брюлов по настоянию врачей проходил курс лечения. И как память о пребывании русского художника на португальской земле в Центральном парке города Фоншал стоит бронзовый бюст русскому художнику Карлу Петровичу Брюлову. Последние годы недолгой жизни Брюлов, он умер в возрасте 52 лет, связаны снова с итальянской землей. В память об известном нашем соотечественнике в Риме на протестантском гладбище есть русское место, то есть надгробье, увековечившее имя русского художника. Италия стала также для другого русского художника портретиста, графика, живописца, ареста Адамовича Кипринского местом творческих достижений и личной жизни. Он женился на итальянке Ане Марии Фалькуччи. Его считали одним из лучших портретистов России. Все знают портреты Пушкина Жуковского. Также он создал ряд работ на итальянскую тематику, причем некоторые его работы сравнивали с манерой Рембрандта. Итальянская земля стала последним памятным местом для русского художника. Кипринского похоронили в церкви Санта Андреа де Лефрате в Риме, где над надгробием латинская надпись. В честь и в память ареста Кипринского, самого знаменитого среди русских художников, профессор Императорской Петербургской академии художеств и члена Неаполитанской академии. Поставили на свои средства русские художники, архитекторы и скульпторы, сколько их было время, оплакивая, безвременно угасшись светоч своего народа и столь добродетельную душу. Спасибо за внимание. Поддержите канал лайком или подпиской. Субтитры сделал DimaTorzok